Роберт Шварцман стал тест-пилотом Феррари. Ранее руководитель гоночной команды Маттио Бенотто объявил, что резервными пилотами Скудерии в будущем сезоне станут Мик Шумахер и Антонио Джовинаци. Сейчас же стало известно о том, что местечко нашлось для еще одного воспитанника итальянской академии, Роберта Шварцмана, пилота программы развития российского автоспорта СМП Рейсинг. Роберту, как тест-пилоту, предстоит работать на симуляторе, а также помогать команде с настройкой болидов во время гоночных уикендов. У Шварцмана подобный опыт есть. Он имел дело с симулятором Феррари еще во время своих выступлений в Формуле 3 два года назад. Позиция тест-пилота Скудерии никак не помешает другой деятельности гонщика, ведь программы выступлений на следующий год у него нет. Шварцман не раз говорил о том, что не намерен возвращаться в Формулу 2. Где он провел последние два сезона, выиграл шесть гонок, а в уходящем году и вовсе стал вице-чемпионом. Вероятно, петербуржец примет участие и в практиках, ведь свежие изменения в регламенте Формулы 1 обязывают команды как минимум на двух гран-при сезона привлекать к первой пятничной тренировке пилотов, которые за последние годы выходили на старт гонок меньше двух раз. Французский фильм «Мой волк», покоривший сердца зарубежной публики, наконец добрался и до России. В 2020 году он получил приз зрительских симпатий кинофестиваля «Мон премьер». И это было вполне ожидаемо, ведь картина, основанная на реальных событиях, поднимает очень важные вопросы семьи и умения сопереживать. Сюжет приключенческого фильма разворачивается в самом сердце гор Канталь, куда восьмилетняя Виктория переезжает из города вместе со своим отцом, готовым пойти на все, лишь бы вернуть улыбку на лице дочери. Однажды во время прогулки они знакомятся с пастухом, который дарит девочке щенка по кличке «Секрет». Виктория быстро привязывается к своему новому другу, но даже не подозревает о том, что ему суждено вырасти опасным хищником. Режиссером фильма выступил Дени Эмбер, а главные роли исполнили Венсан Эльбас, Шана Кейль, Мари Жилен, Эрик Элмаснина и Чики Карио. Продолжение следует...